Выборы в США, которые прошли недавно, там еще до конца не понятен результат, хотя большинство экспертов считают, что Байден победил, впереди коллегия выборщиков и уже окончательные результаты. Кстати, Дональд Трамп заявил о том, что будет судиться в случае, если он не станет президентом. Вот с юридической точки зрения, насколько это интересная ситуация и чего можно ждать, есть ли у Трампа шансы, скажем так? Люди, которые лучше меня разбираются в американском праве, в основном считают, что практически шансов у Трампа нет. И здесь есть несколько измерений. Есть измерение того, насколько оцениваются его шансы просто с точки зрения буквы закона, потому что вроде бы о фактах, именно о фактах, которые говорили бы о нарушениях, которые суд там может принять в качестве базы для того, чтобы какие-то выборы аннулировать, какой-то часть голосования. Я таких, по крайней мере, не слышал. Есть второе измерение, насколько действия Трампа вообще, в принципе действия, в отрежье от того, какие у него конкретные доказательства, насколько действия по обжалованию выборов воспринимаются правовым и политическим сообществом США, как что-то нормальное. Последняя такая ситуация, которая, помните, на выборах 2000 года, когда решался вопрос между Глушем-младшим и Гором, и в итоге окончательный результат определили голоса во Флориде, которые отказались пересчитывать по жалобе Гора. Уже тогда ситуация, хотя там была и гораздо более ровная ситуация, и решалась на одном штате, и гораздо больше было оснований, как сейчас кажется, говорить о том, что нужен пересчет. Даже тогда ситуация того, что Гор попытался, по крайней мере, не дошло до формального обжалования, но он попытался добиться в суде пересмотра этого голосования, уже считалась как что-то ненормальное. Можно заглянуть еще глубже в историю. Можно вспомнить, что Никсон в свое время, у которого тоже была ситуация, ну, такая, что когда он проиграл Кеннеди, по крайней мере, в двух штатах, это 1960-й год, по крайней мере, в двух штатах тогда были очень серьезные разговоры о том, что было такое классическое, то, что в России называется «вбросы». То есть было довольно серьезное предположение, что за Кеннеди в отдельных округах могли бы голосовать «Мертвые души». Но Никсон тогда отказался, хотя у него это был такой драматический момент в его карьере. Он был вице-президентом уходящего Эйзенхауэра. Это был, по сути, его, как на тот момент казалось, единственный шанс когда-нибудь стать президентом в своей жизни. И он отказался эти выборы обжаловать, просто чтобы не создавать такой прецедент, не ставить под сомнение у американского общества результат голосования. То, что все решается не в судах, а решается на избирательных участках. Уже очевидно, что независимо от того, насколько далеко получится у Трампа зайти в этом вопросе, вот это традиционное представление о том, что результаты выборов – это что-то такое, с чем нельзя спорить в суде, что выбор – это одно, это воля народа, а суд – это всегда так или иначе, как и для того, что юристы. Этот принцип, он уже в определенном смысле подточен. И может быть не на этих выборах, и может быть не на следующих, но рано или поздно наступит момент, когда от того, насколько этот принцип действительно воспринимается как непривлекаемый, что-то будет уже существенно зависеть. И мои опасения связаны с тем, что вот такой момент этого может не хватить. Я не знаю, будет это на нашем веку, это будет позже, будет ли это в пользу демократа или в пользу республиканца, но принципы, они тем и хороши, что они работают одинаково в обе стороны. Или не работают. Насколько, на ваш взгляд, в целом справедливы такие опасения Трампа и такие замечания Трампа о фальсификации выборов, в частности, там с почтовой системой, к почтовой системе у него есть вопросы? Насколько они справедливы? Или же это скорее такой крик отчаяния уже проигравшего президента? Много я сказал, я не слышал о конкретных фактах, которые могли бы показывать, что в каком-то отдельном штате или в отдельном округе вот прямо имеет место избирательное мошенничество, то, что называется фронт американский. Нет, я в это не очень верю. Главным образом потому, что в Соединенных Штатах нет такой организации, государственной организации, считающей голоса, как российский центр избирком, на которую можно заподозрить влияние политиков, которые сформировали. Там все это делается очень прозрачно, очень на волонтерских началах, хотя руководится этим формально чиновник в каждом отдельном штате, но у него нет какой-то такой базы подчиненных, вертикали подчиненных, которым он мог приказать бы, чтобы фальсифицировать, и можно было бы ждать, что он это исполнит. Не исполнит. Поэтому попытаться мошенничать на выборах там можно, но сколько-нибудь масштабные вот эти вот вбросы, да, или какие-то неучтенные бюллетени, это малореалистично. Это совсем не то, к чему мы привыкли в России. Это не вот эти голосования за поправки в Конституцию, которые проходили непонятно как, и вслед за которыми теперь уже выборы в России будут проходить непонятно как. Там в течение нескольких дней, без жесткого контроля, без наблюдателей, без какой бы возможности поконтролировать со стороны, что происходит. Все-таки это другая ситуация. Поэтому Трамп, на мой взгляд, сам должен понимать, что он проиграл, и, по крайней мере, люди в его окружении тоже должны понимать, что он проиграл, и раньше или позже, но он должен в этом признать. В принципе, у него остается еще сколько? Еще больше двух полных месяцев. У него остается время до 20 января, когда он вполне законно может принимать какие-то кадровые решения, смещать, назначать. Допустим, если что-нибудь случится за это время с еще одним судьей Верховного суда США, то Трамп, хотя он и уходящий президент, хотя он уже назначил троих судей, но все равно по сложившейся практике он сможет попытаться назначить четвертую. Поэтому, в общем, я думаю, что Трамп сдастся до 20 января, то есть он не будет тянуть до последнего дня. Может быть, не на этой неделе, может быть, не в этом месяце, но еще позже ему придется приступить к процедуре передачи власти. Это вполне очевидно. Насколько корректна сейчас европейская реакция? Потому что, проводя параллели с белорусской ситуацией, сегодня задаются вопросом люди, что почему, если была речь о фальсификациях на выборах в Белоруссии, Лукашенко признали нелегитимным, без доказательств этого. Тут вопрос доверия к судебной системе, наверное, но тем не менее. А что касается выборов в США, то до официального оглашения результатов уже европейские лидеры поздравляют Джо Байдена с победой. Насколько это корректно? Это вполне корректно. Формально выборы-то еще не закончились. Это мы с вами так простое еще говорим, что выборы прошли. На самом деле, выборы там будут, по-моему, в декабре месяце, когда будет производиться голосование коллегии выборщиков. Но тем не менее, поскольку в каждой избушке своей погремушки, в каждой стране свои правила, есть общее представление, такое консенсус, о том, когда выборы в той или иной стране считать состоявшимися. Традиционно применительно к Соединенным Штатам Америки. Это в нем считается день голосования, ну и, соответственно, день, который обычно бывал следующий же день после дня голосования, то есть следующая ночь, да? Ну, по крайней мере, последние десятилетия. Сейчас это затянулось еще на неделю, но тем не менее, день, когда объявили подсчеты по штатам, и стало понятно, что Байден получает большинство голосов в штат. Это вполне подходящий день, чтобы, как это вводится у таком международном дипломатическом этикете, направить поздравление победившему кандидату с избранием. У Лукашенко вообще другая ситуация по всем параметрам, да? Личная репутация, репутация государственной системы, контекст, который складывался вокруг этих выборов, качество и количество агитации, аресты кандидатов. Все это сложилось в такой очень некрасивый пазл, который, ну, делает невозможным для нормального политика, нормального, там, лидера какой-то нормальной страны делать вид, что пусть даже он там в душе что-нибудь другую думает, но делает вид, что он верит в то, что Лукашенко честно ответил. Раз ты нельзя делать такой вид, и нельзя надеяться, что твои избиратели поверят в то, что ты в данном случае не просто играешь какую-то политическую игру, а то, что ты говоришь то, что думаешь, ну, этого не происходит, они это не делают. Понимаете, это, в общем, такой неэффективный подход, который пытается, все последние годы пытаются в него играть российские МИДы, российские всякие говорящие головы правительства. А когда он задает какой-нибудь неудобный вопрос про наши дела, мы отвечаем так, как будто у нас хорошая репутация, и нам должны верить. Вот задает какой-нибудь песком вопрос, да, а вот что вы думаете по поводу отравления Навального? И он отвечает, как если бы он был пресс-секретарем президента европейской страны, у которого в анамнезе нет направлений Скрипалей, у которого в анамнезе нет заказных убийств на улицах Москвы, а которого действительно в первый раз у него такое случилось. Вот его спрашивают, а как же, вы случайно не убили своего, не пытались убить своего лидера оппозиции? Нет, почему вы так говорите? Ну вот только это не работает по-другому, это не работало у Советского Союза, там все, что там ТАСС был полномочен заявить, это все, как правило, не принималось за чистую монету, это не работает сейчас у Пескова, не работает сейчас у МИД. Очень многое зависит от репутации. Вот, ребят, вы себе за 20 лет создали такую репутацию, которая у вас есть, вам не на кого пенять, да, это вам не Запад ежедневно подбрасывал всяких отравленных, убитых оппозиционеров, это вы сами все сделали. Но даже если вы не досмотрели за своими ретивными подчиненными, значит, они вам создали такую репутацию, все равно это все будет висеть на вас. Вы не уже не от этого не можете дистанцироваться, вы не можете сказать, что ну я не знал, не мог, не думал, не имел в виду. Даже если не знал, не мог, не думал, ну твои проблемы, живи теперь с этим. Хотя, скорее всего, знал и думал, и мог, как мы все прекрасно понимали. Здесь можно это сравнить с ситуацией, когда на суде человека оценивают с точки зрения его прошлого, потому что, как известно, если у человека были совершенные преступления до, это может стать отягочающим устоятельством при совершении следующего. Ну и рецидивистов уже судят по-другому. То есть такая аналогия возникает? Вот насколько она справедлива? Ну, мне как адвокату, протекующему уголовному суде, она кажется не очень справедлива, потому что вот то, что вы говорите, да, это как раз такой подход плохого полицейского. Да, вот у тебя в Квайломоколотке происходит какая-то непонятная кража, да, ты вместо того, чтобы идти от события, ты идешь от того, кто у тебя там есть из судимых. И очень часто получается, что ты просто берешь первого попавшегося человека, который недавно вернулся с отсидки, даже если он ни сном, ни другом, да, у него это вешаешь, и судья ему потом тоже не верят, потому что, ну, как же верить сидевшему, да? А может быть, он и первый раз то, за что его судили не совершал, и второй раз не его, но уже сложилось то, что сложилось. Нет, репутация, она все-таки работает иначе, чем все эти формальные, формально-юридические критерии вроде судимости, да, или вроде предыдущего криминального опыта в досье. Вот репутация, она работает, ну, странным образом, да? Ну, казалось бы, с одной стороны, простым и понятным. Там все мы знаем, что вот Вася у него хорошая репутация, а у Петя плохая. И все мы можем объяснить, почему мы так считаем. С другой стороны, она работает очень по-разному в разных проявлениях. Допустим, если, ну, мы все знаем, что президент Трамп регулярно пишет в Твиттере какие-нибудь гневные такие сообщения по поводу тех, кто, то ли политические оппоненты, да, то ли прокомментировало как-то не так, то ли журналисты, то ли какие-нибудь там политики-демократы, то ли лидеры каких-то других стран. Ему ничего не стоит написать в Твиттере, что такой-то дурак, значит, а такой-то там мошенник, а такой-то мерзавец. Ну, вот есть у него такая репутация, да? А виснет ли это на нем, если завтра кто-то попытается, всерьез попытается, да, там, не для такой, не для шутки, не для того, что есть заговора, всерьез пытается сказать, что, знаете, вот по нашим сведениям Трамп обдумывал покушение на Байдена. Вот эта репутация, которая не очень хорошая в этом смысле, да, у Трампа, она как-то сыграет в пользу того, что больше людей поверят в это, да? Нет, потому что это разноплановая вещь. Тот, кто там, извините, тырит мелочь по карману, да, ну, далеко не факт, что он имеет какую-то расположенность к серийным убийствам и так далее, и так далее. Беда Путина и беда Лукашенко, да, если мы говорим о них как в одном плаконе, то, что их репутация и минусы их репутации, потому что репутация там складывается из разных составляющих, да, там какой-нибудь, у Лукашенко есть имидж такого крепкого хозяйственника, да, все эти шутки про то, что открывается новый коровник, вот это к нему как-то очень не идет, к его там имиджу, который он себе построил. Но ты крепкий хозяйственник отдельно, а операционируют те сидят отдельно, и как только речь идет о темах, связанных с выборами, с тем, как ты не хочешь уходить от власти, как ты, может быть, хочешь ее, как в случае Путина, кому-то на время передать, но так, чтобы не отдать на совсем, как ты продлеваешь все полномочия как институции, все это отлично монтируется одно с другим, поэтому, да, в этом случае работает, в каком-нибудь другом не работало, может быть. Если бы нам завтра сказали, например, ну, что-нибудь такое, давайте, не знаю, что Путин религиозный изувер, допустим, да, и что он там жену свою загнал в монастырь, а дочерей своих там подверг какие-нибудь страшные религиозные практики. Ну, вы не поверили, наверное, да, потому что, ну, не монтируется к нему. Хотя Путин нам, может быть, и не нравится, и мы в целом не в восторге от него, но просто то, что ты делаешь, ну, даже ты делаешь что-то плохое, не всегда на тебя седает универсальный способ. То, что я хотел сказать. Если рассматривать Путина и Лукашенко в одной связке, как вы сказали сейчас, если рассматривать Путина и Лукашенко в одной связке, как вы сейчас сказали, устраивает ли Путина Лукашенко с той репутацией, которая сформировалась у него сейчас в контексте белорусской ситуации? Ну, мы видим, что пока устраивает, да. Мы видим, что бывают с людьми, которые Путина не устраивают. Вот Пашинян Путина не устраивает. И мы видим, как Путин обошелся с Пашиняном, даже несмотря на то, что ради этого пришлось, ну, скажем, пересмотреть, да, все то, что Россия обещала Армении, делала по отношению к Армении. Поскольку у Лукашенко сейчас нет никаких миротворцев и не предвидится там на его границах с Польшей российских, ну, получается, что устраивает. Это очень такая видимая грань. А как правильно называть Лукашенко, кстати? Лукашенко, ну, выберите какой-нибудь... Это президент Лукашенко, правильная формулировка его должности. Я понимаю, о чем связан ваш вопрос, что его неправильно сейчас называть президентом, поскольку это непризнанно, да, как результат. Ну, можно называть диктатором, если хотите, да. Можно называть его лидер, такое, скорее, слово, такое с позитивной коннотацией. Лидер – это тот, кто за собой ведет людей. Я не уверен, что сейчас про Лукашенко можно сказать, что он ведет за собой людей. Но называйте его правителем, в конце концов, руководителем. Этого он не отнимешь. Он действительно сейчас каким-то образом, хорошим или плохим, контролирует то, что происходит в Гвардусе. Я не думаю, что как называть того или иного начальника той или иной страны – это какая-то большая проблема. Они, к тому же, сами любят себя переименовывать время от времени, да, там какие-нибудь африканские президенты, которые становятся императорами, или какие-нибудь там конституционные президенты, которые становятся премьерами, потому что там президентам нельзя сидеть два раза подряд, а премьером можно. Это все вопрос такой, скорее, десятый. Если поговорить об общественном мнении и его влиянии на, скажем так, на судебные процессы, насколько оно велико, потому что однажды мы с вами уже затрагивали эту тему, вы как-то сказали, что когда слишком большая известность у адвоката, это может стать проблемой для суда, потому что сначала на тебя обращают внимание, а потом обращают внимание уже по другой причине, потому что ты всем надоел. Вот сегодня, если мы говорим о резонансных делах, рассмотрении резонансных дел, вот насколько общественное мнение может давить на защитников и на героев этих судебных процессов? Я говорил немножко иначе, если я правильно помню наш предыдущий разговор, мы говорили не про известность адвоката, а про то, насколько вредит подзащитному, то есть если мы говорим про уголовное дело, то есть подсудимому твоему, насколько вредит или помогает резонансность, да, резонансность уродовое слово, но его все используют. Насколько резонансность помогает или вредит? И мой ответ был такой, что иногда помогает, иногда вредит. А хуже всего как раз если ты начинаешь с высокой ноты, но эту ноту не можешь выдержать, если публика теряет интерес к твоему подзащитному. Ну вот, если брать Россию, в этом году, конечно, самое громкое уголовное дело, это дело артиста Ефремова. И оно прошло как-то стремительно, очень громко, кончилось для Ефремова очень плохо, кончилось очень плохо для адвокатов, которые там участвовали со стороны защиты Ефремова и со стороны потерпевших. И, конечно, когда вы сейчас будете с российским адвокатом, с любым, да, не обязательно со мной, вы будете говорить на эту тему, спрашивать, ну что вы думаете про то, как это прошло все, да, там. Вы, скорее всего, слышите много таких энергичных и исполненных страсти выражений, потому что для любого адвоката, конечно, смотреть на все это со стороны и видеть, как, ну, процесс, который можно было вести там по более традиционным лекалам, как он просто несся, очевидным образом несся к краю пропасти и не иметь возможности вмешаться, потому что адвокаты не вмешиваются в деятельность друг друга. Если уж Ефремов себя удалил защитникам вот имя Река, да, значит, вы можете имя Река критиковать, а мы не должны его толкать под руку, потому что у нас такой корпоративный стандарт, мы друг другу не толкаем под руку, стараемся, по крайней мере, да, не себя-то получается. Но вот вам пример того, что когда резонансность истории, да, такое большое общественное внимание к ней, видимо, видимо, не помогла, а, возможно, помешала. Человеку, чья судьба решалась. В то же время, если сравнивать это с тем, как проходят процессы совершенно безвестных Ивановых и Петровых где-нибудь в глубинке в суде, в России, ну, еще не факт, что хуже. Потому что когда у тебя полный зал журналистов, это одна ситуация, когда у тебя пустой зал, и судья знает, что вот ты, вот твой адвокат, прокурор, конвойный секретарша, и все. И там даже никто из твоих знакомых, родных не пришел, потому что они живут в деревне, а тебя судят в центре. На этом, наверное, тоже мало хорошего. Многое зависит от судей при этом. Если судья нормальный человек, не садист, не какой-то человек с патологической такой страстью мучает людей, которые попали в зависимости от него, от его решения. Может быть, это не сильно повлияет, но когда уж такое сходится, ты просто будешь кричать, помогите кто угодно, обратите внимание на меня, обратите внимание на мое дело. И, конечно, лучше, чтобы, хотя бы потенциально тебя могли услышать такую ситуацию. Я не знаю, ответил ли я на тот вопрос, который вы задавали, но так это выглядит с моей точки зрения. Если поговорить о том, почему два адвоката, Пашаев и Добровинский, были лишены адвокатской лицензии. Может быть, такие прецеденты были, но, тем не менее, это очень громко прозвучало, что и защита, и обвинения потеряли адвокатский статус. Насколько это частая история, и как вы могли бы это прокомментировать? Что вообще произошло в этом смысле? Это не частая история о том, чтобы такое случилось в такие короткие сроки, и с адвокатами, которые представляли обе стороны в одном и том же деле, я вообще никогда не слышу. Я не прочую, что этого, в принципе, не бывало, но вот ни я, ни мои товарищи, с которыми мы это обсуждали, не сталкивались с такими примерно. Смотрите, в российской адвокатуре сейчас происходят такие невидимые со стороны процессы, знаете, как такой какой-то процесс ферментации внутри болота. Вот снаружи там зеленая травка, все красиво, да, а что там происходит в метр внизу, ты не видишь, потому что это какой-то такой потайный процесс. Нам изнутри это видно, то есть мы видим, как развиваются события. Публике это может быть не очевидно и непонятно. Публика, может быть, не до конца понимает, в чем заключались претензии, допустим, у Минюста, или в чем заключались претензии у президента Федеральной палаты адвокатов Пилипенко. В одном случае к Льману Пашаеву, в другом случае к Александру Добровинскому. Я могу сказать, что меня смущают многие вещи, да. Мне, ну, с одной стороны, адвокат, когда он выходит действительно под софиты, выходит под то, что называется лумлайт, то есть в центр общественного внимания, ему приходится, и, в общем, все адвокаты это понимают нормально, ему приходится следить за тем, что и как он говорит. Этого никто не отменял. С другой стороны, если вы посмотрите, дадите себе труд просто, да, почитать те комментарии, которые по поводу этих двух ситуаций давались нашими руководителями адвокатских всяких самоуправляемых организаций, как устроена адвокатура? Есть палаты в каждом регионе. Вот я вхожу в палату города Москвы, палату адвокатов города Москвы. Есть федеральная палата адвокатов, которая определенным сложным образом компонуется, по сути она делегируется более или менее из руководителей региональных палат, но не всех. И есть президент федеральной палаты адвокатов, который как бы по должности считается таким спикером от имени всех адвокатов России. Лучше бы, конечно, чтобы он сам понимал, что это такой достаточно ограниченный мандат, но тем не менее, поскольку больше никто другой не может претендовать на то, что он говорит от имени всех, вот так иначе. Пилипенко, президент, время от времени делал какое-то заявление от имени все адвокатского сообщества. И вот в случае с Испашаевым и Добровинским какая-то такая очень жесткая и очень болезненная реакция была именно со стороны и со стороны Вилипенко. Это он воспользовался своей инициативой, у него есть такое полномочие действительно, поставить перед региональными палатами, в одном случае Северо-Осетинской, в другом случае Московской, вопрос о дисциплинарной ответственности двух адвокатов. Мне и многим моим коллегам, да, скорее кажется более правильным сдержанный подход в таком случае, где проводится такая жесткая грань. Вот если адвокат нарушил закон, это одна ситуация. Для этого есть правоохранительные органы, и это никак не связано вообще в принципе с компетенцией адвокатской палаты. Если там я мошенник, то мной должен заниматься следственным комитетом, грубо говоря. А палата в таком случае должна ответить в сторону и сказать, мы не знаем, мы не следственным комитетом, мы не идем в расследование. Если нарушено право доверителя, допустим, я угласил тайну своего подзащитного, мне подзащитный сказал по секрету, вот это я убил. Но я не признаюсь, потому что, а я выхожу и даю интервью вам, допустим, что вот мой подзащитный эмирек, он на самом деле убийца. Крайний случай, да, такого на самом деле на практике не бывает, но чтобы было понятно, о чем речь. Да, наверное, я никуда не годный отака такой ситуации. Наверное, мне не нужно давать защищать людей, но инициатива поставить вопрос об этом должна исходить от подзащитного. Потому что палате не в всех случаях просто разобраться в том, как строить взаимоотношения доверителя и клиента. видеть, что вот в эти доверительные, такие интимные по сути отношения, в хорошем смысле, между адвокатом и клиентом вмешивается человек посторонний, пусть даже авторитетный, да, пусть даже какой-то руководитель, начальник, но вмешивается по своей инициативе, мне и моим товарищам, многим неининичным, ну, кажется тревожным. Потому что, в конце концов, в адвокатуре, наверное, в целом российские дела обстоят несколько лучше, чем в правоохранительной системе, чем в судах с точки зрения независимости и с точки зрения вот такого самоощущения адвоката, как того, кто не зависит от того, что им недовольно начальство. Лучше обстоит, но не капитально лучше. Потому что адвокатура не может стоять на две ступеньки выше, чем общество в целом. Если у вас в стране все плохо, а в России все плохо, то адвокатура неизбежно будет наследовать часть этих проблем. Мне хотелось бы видеть, по крайней мере, это уже не касаясь конкретной ситуации вокруг дела, мне хотелось бы видеть, чтобы наше адвокатское начальство в большей степени считало себя защитниками интересов каждого отдельного адвоката, а не какой-то абстрактной репутации корпорации, которая всегда может исполковать одну или другую сторону. Вернуться к теме Лукашенко, не отходя от темы судов, потому как протестующие сегодня некоторые из них требуют суда над Александром Лукашенко. Насколько вероятно, что глава Беларуси предстанет перед судом в контексте нынешнего условия? Смотрите, с практической точки зрения это не кажется прямо вероятным. Я думаю, что если под Лукашенко начнет трещать стул, то он просто, не дожидаясь, пока этот стул как-то совсем рухнет, что он просто уедет куда-нибудь. И мы, если не знаем, то догадываемся, что есть страны, которые готовы его принять. Ну и дальше станет вопрос, если такое случится, а не судит ли его заочно, например. Вот у Украины есть, как я считаю, негативный опыт заочного процесса над Януковичем, который превратился, во многих отношениях он оказался выхвачен, потому что когда судят отсутствующего человека по очень серьезным обвинениям, там было обвинение в госизмене, там было еще несколько статей, но его судят в его отсутствии и в отсутствии понимания, что даже если суд сейчас вынесет какой-то приговор обвинительный, то вот этот человек хоть как-то от этого приговора пострадает, это всегда, ну, да, такой отрицательный кандидага по смысленности этого процесса. Вообще заочные процессы, особенно процесс над главами государства, они осмыслены в том случае, если в результате этого процесса общество может узнать чего-то, чего оно раньше не знало, или юридически закрепить что-то, что раньше не было закреплено. Я не уверен, что Лукашенко можно... Существует что-то такое, что о нем можно узнать только в результате процесса, а не в результате того, что просто в какой-то момент начнут говорить люди, которые сейчас молчат. Я не уверен, что в случае с Лукашенко, фантазируя дальше, в случае с Путиным, допустим, нужно будет юридически закреплять что-то такое, в чем совсем никак нельзя обойтись без уголовного суда. Но если можно обойтись, то лучше обойтись. Потому что вам всем нужно понимать, да, что если вы начинаете суд всерьез, не как такой показательный процесс заранее установленным результатом, если вы готовы к тому, что это будет честный суд. Вы должны быть готовы к тому, что неприятный вам человек может легко быть оправдан просто в силу некого юридического, такого, может быть, казуистического стечения обстоятельств, которые вы заранее не могли предъявить. Это вот если вы какой-нибудь военный министр обороны Румунии, который изменил назначенную мою Чиушеску и распорядился его осудить и расстрелять два часа, и вас из-за этого наготове там и судьи, и прокуроры, автоматчики, это в таком случае вы можете быть спокойно. Если вы только что победившая, там, молодая демократия, которая хочет уплатить по старым счетам, которые накопились к старому руководству, ну, вы не можете быть уверены в том, что пойдет так, как вы хотите. Может быть, вам лучше просто отложить этот долгий ящик, быть довольны тем, что вы, допустим, там, объявили такого-то эмерика изгнальником, допустим, да, что ему запрещено возвращаться в страну, или объявили его в розыск. И на этом поставили многоточие и ждете, что будет происходить дальше. Может быть, он в старости умрет на чужбине. Может быть, он, не знаю, поедет в какую-нибудь третью страну и строительство его вырастет вам, и тогда вы сможете этот процесс провести. Но процессы в холостую, они, как правило, оказываются разочаровывающими для тех, кто возлагал небольшие ожидания. В холостую я имею в виду в отсутствие под судимом. А если говорить о ГАГе, потому что нередко приходится слышать, это в социальных сетях очень популярно, что мы собираем доказательства для ГАГского трибунала. Это, кстати, делал Дмитрий Гордон, когда брал интервью у Стрелкова, и Поклонская, если не ошибаюсь, он говорил, что я записывал это интервью, передал флешку спецслужбам для того, чтобы были у ГАГского трибунала доказательства. Вот вообще, когда применяю этот термин «ГАГский трибунал», насколько это реально, есть ли такие полномочия у ГАГского трибунала, и можно ли сейчас, конечно, теоретически, косвенно применить его к процедуре, к Лукашенко или Путину, или к какому-то другому лидеру? Насколько это вот... Нет, я думаю, что... Мне жалко разочаровывать тех, кто, может быть, устал от того, что нет правосудия в районном суде в его городе, нет правосудия в областном суде, нет правосудия и выше, и, может быть, возлагает какие-то свои крайние надежды на то, что вот есть суд в ГАГе. Нет, к сожалению, так это не работает. Суд в ГАГе вообще... Ну, может быть, приятно так чисто внешне посмотреть все, какого-нибудь там людоеда африканского, да, или людоеда сербского, вот его, который там распоряжался жизнями других людей. Его, конечно, взяли, посадили в клетку, и вот сейчас поставят перед независимым правосудием. Это, к сожалению, ни в случае с Белоруссией и Александром Глашенко, ни в случае с Россией и Владимиром Путиным такой реальной перспективы, чтобы кто-то из них оказался в ГАГе в таком положении, я не вижу. Там есть свой статут, там... Я сейчас боюсь соврать, как точно это должно работать. Вам лучше поговорить об этом с юристами и международниками, которые специализируются на этой теме. Но, как правило, если у вас не было ситуации, схожей с той, как была в Югославии, допустим, да, когда был полный распад, гражданская война, голубые каски он и так далее, вы не можете рассчитывать, что ГАГский суд займется делом вот этого вашего, пусть неприятного, пусть крайне одиозного руководителя, который просто правил своей стране и потом из нее скрылся. Это не тот случай. Что... Я не хочу, чтобы звучало пессимистично, да, это не значит, что если нет надежды на ГАГу, значит все, нужно как-то махнуть на все рукой и ждать неизбежной смерти. Нет, значит, что просто нужно не фантазировать, а больше внимания уделять тому, как выставить свою собственную жизнь и свой собственный судебный институт у себя дома, готовить, это уже к нам, скорее к юристам, в наше город предложение, готовить кадры, готовить студентов, тех, которые будут понимать, собственно, да, все устроено, которые будут, ну, следующей генерацией судей, следующей генерацией прокуроров, но это все решаемо. Это не какая-то, какой-то неизбыточный проект коммунизма, да, потому что те ребята, которые через 10 лет будут прокурорами и судьями, да, вот они сейчас как раз поступают на Верхваке и смотрят, там, может кто-то смотрит нашу трансляцию, кто-то читает твиттер, кто-то смотрит ютуб, и не нужно считать, что они не понимают, что происходит, они прекрасно все понимают. К счастью, это не так, что вот там есть газета «Правда» и ничего, кроме газеты «Правда». Все есть, все прекрасно, образом доступно. Найдется там свой прокурор на каждой такой ситуации, найдется свой судья. Есть немецкая поговорка старая, в Берлине найдутся судья, которая родилась не когда-нибудь, а родилась во времена короля Фридрика II, который там опустошил пол Европы своими войнами, но и то, когда он хотел снести умельницу какого-то крестьянина, которая мешала ему, портила ему вид из парка, крестьянин королю ответил, что вот найдутся в Берлине судья, то есть найдутся какие-то юристы, которые меня защитят. Найдутся. Даже если не угадали. Некоторые представители белорусской оппозиции, они смотрят достаточно перспективно на план маршала, так называемый, который представила Европа сегодня для Минска. Вот как вы его оцениваете? Ничего не могу сказать, я не видел план маршала. Я опасаюсь, что сейчас на фоне второй волны вируса главным приоритетом и первым, и вторым, и третьим у всех европейских стран будет как самим отползти от коронавируса, а Белоруссия и Россия будут уже заниматься по-остаточному принципу. И с этим на это что-то трудно возразить, потому что, в конце концов, мы не можем требовать от других, чтобы они нашими делами занимались в большей степени, чем мы сами. Ну что ж, мы благодарим вас, что нашли время и вышли к нам в эфир. Спасибо вам большое.